Я помню, что так охлушило, звук такой «Ви-и-и-и-и» и потом как пятарка начала со всех сторон стрелять по машине. 25 февраля, когда начались сильные обстрелы вблизи Демидова Киевской области, Леся вместе с дочерью и соседями решили уехать в безопасное место. Но по пути на одном из блокпостов российские военные открыли огонь по их автомобилю. Леся, ее дочери, еще одному ребенку чудом удалось выжить в той бойне. Трое их попутчиков погибли на месте. Я хотела малышку типа поправить, а получается я чувствую, как обещала руку. И смотрю на руку, а там вот так вот все пальцы валяются. И малыш плачет, и смотрю, что я увидела, что водитель и жена вот так опущены в голову. У меня курточка была на пуху. И сзади получается типа какие-то огоньки, волосы поплавились. Я вот так вот тушу, типа пух везде. И сзади так типа аж горячо. И там дым шел. Тут вот запах дыма, вот это вот, когда, знаете, волосы горят, типа кожа. Потом смотрю, что Аделина тоже в голову вот так опустила. Международная организация, занимающаяся защитой прав человека Human Rights Watch, собрала свидетельства обстрела в автомобиле с гражданскими. Огромное количество уничтоженного транспорта со следами от пуль до сих пор на дорогах Киевской и Черниговской областей. Human Rights Watch уверены, это доказывает, что случаев намеренного убийства беженцев было гораздо больше. На улицах Буча осталось много следов того, что можно квалифицировать как военное преступление. Практически на каждой улице кого-то из местных жителей убили. Один из местных жителей сказал о событиях в Буча, что это было хуже, чем в аду. Мы документируем все, что здесь произошло, чтобы виновные не ушли от ответственности. На сегодняшний день открыто более 9 тысяч уголовных дел за военные преступления России в Украине. И уже начался процесс привлечения преступников к ответственности. Составлен список из более 600 фамилий российских военных преступников высшего уровня. 620 подозреваемых топ-левел. Военные, политики, пропагандисты, все эти Патрушевы, Медведевы, Нарышкины, Бортниковы – все они находятся в России. Но это не значит, что мы не будем привлекать их к ответственности заочно. Будем. Мы уже это делаем. Заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Только в Бучанском районе жертвами российских военных стали более 600 человек. Замученных, расстрелянных, изнасилованных со следами пыток. И это не окончательные цифры. Каждый день в разных городах, селах, лесах находят братские могилы и тела убитых людей. Предварительно установлено по первому осмотру судебно-медицинского эксперта, что эти люди погибли как раз во время оккупации русскими войсками территории Бучи. Мы имеем прямые признаки огнестрельного и осколочного ранений. Несколько стран и международных организаций, в том числе ООН, пообещали сделать все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к совершению военных преступлений в Украине. ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5 939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3 152 раненых. Но реальные цифры могут быть намного выше. Юлия Биль специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.